Тюмени 13 апреля 2019 года Поговорим о Тюмени Произошло такое событие, а страна в общем-то не в курсе, что произошло. От нас опять скрывают суть, самую правду той самой операции, этой якобы контртеррористической, которая была проведена в Тюмени. Я не верю. Я не верю ни в какую контртеррористическую, ни в какие ИГИЛы, которые там находились. Я не верю. Я вижу, что ситуация абсолютно другая. Давайте разберем с вами и посмотрим, что же на самом деле происходило в Тюмени. В Тюмени введен режим контртеррористической операции. Силовики оцепили один из микрорайонов города, в котором расположены частные дома, и эвакуировали жителей. По словам источника Юра Ру, на месте ведется стрельба. Это произошло уже ближе к полночи 12 апреля. День космонавтики. Вот так встретили тюменьцы День космонавтики. Собеседник агентства отметил, что силовая операция проходит в одном из домов в частном секторе, недалеко от школы номер 34. В учебном заведении развернут штаб. Сотрудники правоохранительных органов запрещают прибывшим на место журналистам и очевидцам снимать происходящее на камеру. Почему? Почему нельзя снимать? Почему у нас все запрещено? У нас одни запрещелки вокруг, у нас ведь другого не могут. А потому что ложь же, везде ложь. Поэтому и запрещелки постоянные. Очевидцы сообщают, что слышали автоматную очередь и звуки, похожие на стрельбу из крупнокалиберного оружия. К месту происшествия, помимо силовиков и военных, стянуты пожарные расчеты. На фотографиях, которые публикуют в социальных сетях, очевидцы, виден БТР. Это что же там такое, скажите? В зоне оцепления горит один из частных домов. Под данным квартала 72.ру. Только что к полицейским подбежала женщина, кричала, что у нее там горит ребенок. Но это было сообщение в тот самый день, 12 апреля. А дальше уже полегче. Люди пишут, в Тюмени введен режим контртеррористической операции. Об этом в пятницу вечером, 12 апреля, сообщает корреспондент ленты.ру. По данным спецслужб, в одном из частных домов Тюмени находятся участники террористической организации «Исламское государство», которая запрещена в России. Отмечается, что они планировали совершить террористический акт в местах массового пребывания людей. Опять все для людей у нас делается. Ведь как заботится государство наше о людях? Операция проводится в районе трех улиц. Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная. Очевидцы сообщают, что силовики оцепили один из микрорайонов города на месте слышны звуки автоматной очереди и стрельбы из крупнокалиберного оружия. И опять-таки подчеркивается, что запрещено снимать все происходящее. Но мне так кажется, друзья, это, конечно, только лично мое мнение, мне кажется, что в Тюмени ожидали выхода людей на улицу, ожидали демонстраций. Скорее всего так. Какой ИГИЛ? Но вы что? ИГИЛ это там где-то, но только не на севере. На севере ИГИЛ даже смешно. А вот если мы возьмем за основу город Красноярск и что там произошло, несанкционированный митинг. Дети, молодежь вышли на улицу, и они против того режима, который сегодня в нашей стране. Они возмущены тем, в каких условиях государство, а собственно говоря, упыри, которые стоят у власти, заставляет их жить. У них потерянная молодость, у них потерянное детство. Они против этого насилия над ними. Красноярск встал, и Красноярск никогда не видел, чтобы их арестовывали на улице, чтобы их били ОМОНовцы, чтобы их тащили в эти ЗАКи. Они этого не видели. Но они это увидели, когда они не захотели больше терпеть. Молодежь плачет. Молодежь не знает, что делать. Молодежь трясется от возмущения. Даже не от страха. Конечно, их запугивают. Но молодежь трясется от возмущения перед тем, во что их впихивают, буквально ногами втаптывают их жизни. По ним проходятся БТРами, танками, автозаками. По ним проходятся дубинками. За что? За то, что они просто хотят нормально жить. Они даже не хорошо хотят жить. Они хотят жить нормально. Но и этого им не дают. Им не дают нормальной жизни. Над ними издеваются. Их просто планомерно уничтожают. Вот что значит жизнь сегодня в северных городах. Поэтому, на мой взгляд, в Тюмени не было никаких там игиловцев. А было все то же самое, что в Красноярске. То есть готовилась, возможно, демонстрация народа. Но мы этого не узнаем. Потому что дом подожгли. Подожгли, чтобы выкурить оттуда людей. Понимаете, да? То есть по дому стреляли, подожгли. И какая это контртеррористическая операция? Нам этим контртерроризмом, эта слабая власть, заморочила все головы. Сколько же можно морочить головы людям своей слабостью? У вас везде мерещится. Даже вам не мерещится. Вам нужно это внушить народу. Именно это вы внушаете народу, чтобы народ понял, что вроде бы, да, вы за народ стоите. Вы отстаиваете позиции народа. Нам не разрешают знать правду. В каждом из регионов нашей страны народ поднимается. Народ хочет жить просто спокойно и нормально. А не той сумасшедшей власти, которая сегодня просто вгоняет народ в трясучку, в тряску, в нищету, в голод. Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ру. После разблокировки с него исчезла фотография Путин. И там дальше были надписи. Посмотрите на фото. А Роскомнадзор, для того, чтобы люди не знали, заблокировал информацию. И так будет постоянно. Сколько они могут издеваться над народом. Они народ свой, вот эти там наверху, блокируют народ от информации, которая быстро распространяется по интернету. Именно для этого нужно закрыть интернет. Хотят заблокировать. И ввели какой-то Роскомнадзор. Что это такое? Цензура, блокировка, цензура. Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания 76.ру. Об этом написала главный редактор издания Ольга Прохорова. Считаю это актом давления на СМИ, заявила она. Она пояснила, что ранее Роскомнадзор требовал удалить новость о граффити с надписью «Путин» и дальше. Появившимся на здании регионального управления МВД сайта и пригрозил, что делом может заняться Генпрокуратура. Никаких документов редакция на почту не получала. Были лишь звонки с требованиями снять материал с сайта, добавила Прохорова. Сайт 76.ру заблокирован, но работа редакции не остановлена. Сейчас разбираемся в ситуации с нашими юристами. Спустя полдня сайт был разблокирован. Новость о граффити с него исчезла. 11 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт другого ярославского издания «Яркуб», которое отказалось удалять новость о граффити. Формальным поводом была заметка о подростке, который пытался совершить самоубийство. Даже здесь у них не хватает откровенности, смелости высказать, за что они блокируют эти издания. Граффити появилось на стенде УМВД в Ярославле 31 марта. Надпись вскоре закрасили. 2 апреля Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти. Потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям для удаления новости об оскорбительном граффити про Путина. Несколько ярославских изданий также удалили новости про граффити, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора. Среди СМИ удаливших новость «Эхо Москвы» в Ярославле, Ярославский регион, про город, первый Ярославский и московский комсомолец Ярославль. Согласно закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию в случае ее неудаления. Но это и есть не только цензура. Это уже тоталитаризм. Это уже режим пошел ва-банк. Ну что мы с вами подошли к 37-му году, сталинскому 37-му году. Мы подошли к такому моменту, когда запрет будет на распространение информации, запрет на демонстрации, запрет на все, на воздух, на продукты, на ваше движение и передвижение по улицам. Вы сейчас получите запрет везде. Только потому, что власть боится. Она делает и боится. Делает и боится. Власть вас пытается уничтожить, чтобы вы тихо умирали. Не дай бог, кто-то из вас закричит громко. Вот так же и в Тюмени. Я не верю. Это лично мое мнение. Но я не верю. Ни в каких контртеррористов, ни в какой ИГИЛ. Там я не верю. Я предполагаю, что это готовилась к демонстрации против правительства, против гнета правительства над народом, против тех узурпаторов, которые сегодня сидят наверху и травят народ свой морально, психологически, физически и медицински. Вот что означает, вероятно, это самая контртеррористическая операция, которая была проведена по Тюмени. Я не верю. Я не верю ни в какой ИГИЛ в Тюмени. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Граждане, будьте внимательны, когда в вашем городе проходят такие операции. И ваше дело все-таки смотреть, что происходит на самом деле. И, в общем-то, думайте. Думайте, граждане, к чему вас можно призывать. Только к тому, чтобы каждый из вас думал своей головой, что происходит вокруг вас на самом деле. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok